И в эти мирные дни будите память войны, чтоб нашим дедам спокойно спалось. Пусть знает про внук и внук, про боль военных разум и справедливую русскую злость. С каждым годом все больше молодежи принимают участие в праздновании Дня Победы. Очень трогательно наблюдать, когда дети и молодые люди дарят цветы ветеранам, говорят слова благодарности. В деревне Коробово у памятника погибшим воинам прошел торжественный митинг, посвященный 70-й годовщине Великой Победы, в котором приняли участие ученики Молоковской средней школы. У сына дрожали ручонки и губки. Уплакал в подолу ее, выцвешу юбки. И душу ее на куски разрывая, он будто кричал, уже все понимая. Стреляет, дукрой, не хочу умирать, нагнувшись, взяла его на руки мать. Прижала груди? Ну не бойся, сейчас не будет на свете мой миленький нас. Нет, больно не будет, мгновенная смерть. Закрой только глазки, не надо смотреть, а то палачи закопают живьем. Нет, лучше от пули, мы вместе умрем. Александра Григорьевна Саратова – ветеран Великой Отечественной войны. Сейчас работает почтальоном. Когда началась война, она училась в школе. Ей было всего 8 лет. У нас школа была средняя, я училась уже. У нас стояли там эти прожектора в темном классе. А в свету у нас было в три ряда, первый, второй и третий класс. И вот когда я там бывала, ну мама, вот старшая сестра была, а я тоже, ну им помогала. Пала ему, мама скажет, иди парты вытри. Они печку с сестрой бывала, дрова руками пили. А папа, папа, там все, день победы у нас. Оставил нас пять человек-сирот. На торжественном митинге под названием «Ничто не забыто и никто не забыт» поздравил всех с праздником Великой Победы глава сельского поселения Молоковска Эдуард Арадушкин. Я всех поздравляю с праздником Великой Победы. Желаю всем, главное, наверное, мирного неба над головой, здоровья, долголетия тем ветеранам, которые, к сожалению, тоже находятся в таком возрасте, когда мы должны очень их беречь и ценить. Ну и всем нам, конечно, вот того патриотического такого духа, той закалки, чтобы мы несли то знамя Победы, которое подняли в мае 45-го и с честью продолжали его нести и дальше-дальше по времени. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания. В завершении мероприятия все собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим воинам. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.